Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. Фонд «Общественное мнение» сообщает, что 82% россиян уверены, что товары, продукты и услуги будут дорожать и дальше. 66% респондентов считают, что доходы населения в ближайшие несколько месяцев снизятся. Лишь 13% считают, что доходы вырастут. Повышение цен на жилье ожидает 70% населения, а повышение безработицы – 72%. 35% респондентов считают, что рубль укрепится, 25% считают, что курс упадет, а 40% затруднились ответить. Ранее сообщалось, что по результатам опроса 73% россиян не любят США. Госпрограмма льготного автокредитования, вступившая в силу с 1 апреля, предусматривает поддержку только машин российских и локализованных в стране производителей. Так что китайские марки из программы исключили. Информацию подтвердили марки «Хавал», «Шанган» и «Черри». Под действие программы также не попали китайские бренды, чьи машины собираются в России. Это «Лифан», «Джили», «Черри», «Бриллианс», «Як» и «Хавтай». Программа льготного автокредитования предусматривает субсидирование 2-3 ключевой ставки Центробанка России, который на данный момент составляет 14%. Эх, а так хотелось китайца прикупить. Вот просто рухнул мой мир под этой новостью. В связи с укреплением рубля увеличился спрос на финские визы. Об этом сообщило Генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге. Так, в марте было подано в два раза больше заявок, чем в январе. Всего за указанный период количество заявлений составило 49 тысяч. Однако, как сообщил начальник визового отдела Карри Лехтанин, несмотря на высокий показатель выданных виз, цифра этого года все равно заметна меньше показателей года прошлого. По его мнению, рубеж в миллион виз за год приступить не удастся. Правильно, надо же с финнами аккуратно, а то сопьются на радостях. Российский фондовый рынок открылся в зеленой зоне. Индекс ММВБ прибавил до отметки 1680 пунктов. В лидерах роста – акции ФСК ЕС, Яндекса, МТС, Русгидро и МВидео. Хуже рынка – бумаги ЛСР, Полиметалл, Солерса, Пика и Алроса. Перед открытием торгов в России в четверг сложился благоприятный внешний фон. Американские и европейские площадки завершили предыдущий день в плюсе. Ведущие индексы АТР с утра подрастали, как и фьючерс на S&P 500. Благоприятному старту торговой сессии также способствовал рост цен на нефть и ожидание прямой линии с Владимиром Путиным. Курс доллара на 16 апреля – 50 рублей 50 копеек. Курс евро – 53 рубля 65 копеек. Золото стоит 1931 рубль за грамм. Серебро стоит 26 рублей 27 копеек за грамм. Цена нефти марки Brent – 62 доллара 61 цент за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах.